Ну, собственно говоря, нашу очередную лекцию. Итак, значит, сегодня мы с вами будем, мы с вами закончили. Кто там ближе к двери, прикройте, пожалуйста, а то какие-то движения происходят. Значит, мы сегодня с вами будем говорить прежде всего о том, собственно, что такое мир после биполярной системы. Ну, можете так себе написать тему, как постбиполярный мир. Не путать с биполярным расстройством. Она двухполярный. Если у вас биполярочка вызывает такие, скорее, психиатрические, психологические ассоциации, можете называть двухполярный. Можете сказать два полярных. Вот. Мы с вами не будем говорить про советскую эпоху, про то, как там складывался двухполярный мир, да, после Второй мировой войны. Я думаю, вы это сами знаете. Без меня неплохо. А мы будем с вами скорее говорить про мир современный, который, собственно, переформатируется, да, и выстраивает свой, выстраивается в некотором, в таком, в новый порядок, который отличается и от того, который существовал до 1991 года. С одной стороны, с другой стороны, он отличается и от того, что было сразу после развала Союза. Поговорим с вами о сверхдержавах, а, так сказать, каких-то, ну, в общем, по крайней мере, державах, которые имеют шанс выбиться в сверхдержавы или даже на обужерк таковые попали. Ну, не секрет, что распадается в 1991 году Советский Союз, хотя на самом деле, в общем, сильно болен он был задолго до этого. Вот, но, ну, то есть распад, такие процессы полураспада, что называется, они фиксировались гораздо раньше, да, там, в 80-е годы, небезызвестный конфликт на Горной Карабахе, да, тёп еще в 80-е, вот, но, тем не менее, происходит, сначала Советский Союз сдает некоторые позиции на территории Европы, ну, самое известное вам как международникам-европеистам, это, конечно, ликвидация ГДР, да, отказ Советского Союза фактически от Восточной Германии, которая была быстренько анонсирована в Западной Германии, именно анонсирована, потому что, ну, я уже, может быть, говорил, но, в общем, нельзя сказать, что это, знаете, было, да, там были, так сказать, объятия, были цветы, но там были и противоположные реакции, всякие пикеты, да, по поводу, в том числе, сноса памятников Ленину, там, не только Марксу, как сказать, Маркса, конечно, меньше сносили, но его старались куда-то так назады убрать немножко, да, поэтому, конечно, сложный был процесс, до сих пор ощущается разница между Западной и Восточной Германией, вот, но мы поговорим, но мир меняется, да, все-таки уже прошло с тех пор много лет, да, вот недавно мне 32 стукнуло, а я родился как раз, ну, условно говоря, на закате Советского Союза, и понятно, что на жизни моей, да и на марсе практически мир несколько, пусть даже границы государств не слишком изменились, хотя имейте в виду, что за это время, за последние, там, 20-30 лет, и даже если мы не берем распад непосредственно Советского Союза, появилось несколько даже вполне признанных государств, кстати, ну, давайте, я задавал этот вопрос вчера Сипаксовцам, они не ответили, но, может, вы были с ней эрудиции. Скажите, дорогие мои студенты, самое молодое государство в мире, законно признанное, мы не берем всякие там, частично признанные, именно вот законно всеми признанное самое молодое государство. Запомните, 2011 год Южный Судан, Южный Судан появился в 2011 году, и он самое молодое государство на данный момент. Мы не берем, повторюсь, разные там территории со спорным статусом, включая там ОСОВА или ЛДНР или еще кого-нибудь, а мы берем именно всеми признанное законное на уровне ООН образование государственное. Так вот, значит, ну, мир, понятно, менялся, да, у каждой, как это знаете, как говорится, у каждой избушке своей погремушки, да, постсоветское пространство с трудом преодолевало 90-е годы, кто-то лучше и, так сказать, более собрано, как, допустим, какая-нибудь Белоруссия, я имею в виду чисто экономической точки зрения, кто-то хуже, да, да, то есть, допустим, Украина, имевшая, по-моему, пятой экономикой Европы, являвшаяся на старте, благодаря не очень, может быть, вдумчивым действиям руководства, оказалось сейчас, в общем, далеко не пятой экономикой Европы. Но самое занятное, что тогдашний первый президент Украины, Леонид Кравчук, сейчас дает нам советы, весьма воинственного, говорит, что он будет отстреливаться от россиян, если они будут на него нападать, так далее. Вот. При этом сам был глава агитационного отдела Банки Украины, фактически главный коммунист-агитатер, да, сейчас стал национал-патриотом. Дедушка уже старенький, за 80. Самое занятное, что его и нынешний достаточно молодой президент Украины воспринимает, и даже его риторику как-то использует. Поэтому, ну, тут такое. Ну, да ладно, бог с ними. Так или иначе, постсоветское пространство, включая и Россию, потеряло значительную часть своего промышленного потенциала. Ну, в Новосибирске просто старые заводы уже почти все позастроили, ну, и многие. А, допустим, в Барнауле я тут был, там многие заводы, там действительно можно снимать фильмы про постапокалиптическое будущее, причем у таких больших заводов и гремевшие в свое время. В общем, эта проблема в разной степени постсоветское пространство ощущается до сих пор. И даже достаточно динамично развивающийся Казахстан эту проблему имеет, заброшенный городок, фактически, заводок. Ну, так вот, значит, это мы говорим про постсоветское пространство. В то же время Китай, который до 70-х годов пребывал в состоянии, ну, практически, если не голоду, то хронического недоедания, и я не утрирую, период на обеду на несколько раз был прямо реально голод. А Китай, наоборот, в 70-х годах, мы на семинарах избирали, начинает стартовать вверх. То есть, пока постсоветские страны там пребывают в стагнации или, наоборот, в экономическом спаде, Китай, наоборот, усиливается. Но Китай, он еще по заветам Дэ Цио Пина, да, архитектора китайского экономического чуда, он действует так очень, знаете, в политическом смысле тышком-мышком. То есть, китайцы стараются весьма сдержанно реагировать на всяческие международные вызовы, они стараются не портить отношения, даже когда откровенно сталкиваются с тяжелым, ну, скажем так, и неуважительным к себе отношением. Например, в ходе войны в Югославии, да, которая, собственно, и создала Осова, бомбардировок Белграда, одна из бомбардировок закончилась тем, что в здании посольства китайского Белграда, то бишь столицы Сербии, была бомба, собственно говоря, запущена. И это привело к тому, что, по-моему, там все-таки никто не погибло, насколько я помню. Но силы НАТО, да, они нанесли серьезные повреждения столицы. Вот. В общем, погибло немало гражданских лиц. Да, то есть, ну, около тысячи, а то и больше. При этом, я уже говорил вам, да, я думаю, здесь информация есть. Вот. 7 мая 1999 года, вот, даже погибшие были, извините, я вам не совсем правильно сказал. Да, погибли. Высокоточная бомба, так называемая, да, уничтожила посольство Китая в Белграде. Естественно, это весьма, были погибшие, да, причем люди совершенно не, ну, в общем, случайные люди, не имевшие прямого отношения ни к конфликту, ни к чему. Это все, конечно, китайцами было фактически, ну, в общем, принято. Да, конечно, китайцы немножко так выразили определенное неудовольствие, но широкомасштабные компании не развернули. Да, впоследствии наши замечательные китайцы, да, начали разворачиваться. И симптоматично, что в 2010-2011 году там был мемориальный сквер сделан, понятно, с китайской поддержкой, и китайский культурный центр, по-моему, он уже достроен, насколько я знаю, и он уже действует. То есть китайцы, но в тот момент китайцы вели себя очень тихо. Очень тихо, и, в общем, не особенно, да, там получили они определенную компенсацию, но это все, понятно, что могло бы вызреть гораздо больше. До определенного времени, примерно так, года там, только после 2011 года, можете себе пометить, Китай постепенно начинает все более активно вмешиваться в политику международную именно с позиции силы. Не с позиции, что они самые, так сказать, экономически развитые, они начинают местами уже, так сказать, ну, высказываться о том, что мир, скажем так, вот, не однополярный, да, и все имеют право на место потомки. Ну, конечно, это в том числе связано и с тем, что Китаем приходит в власти новый руководитель. Кудзинтао был смещен с 2013 года, в власти приходит Си Цзиньпин, который является лидером до сих пор, да, его предшественник Кудзинтао покинул пост, вот, поэтому председателя КНР, поэтому Си Цзиньпин, конечно, оказался более амбициозным и более, может быть, склонным к внешней экспансии лидером. Экспансии не в смысле, там, военной, да, но экономически, как мы знаем, в современном мире далеко не обязательно везде запускать танчики, да. Экономика, инвестиции, она, они подчас действуют гораздо эффективнее и политика Китая в той же Африке, например, в Африке, в Азии. Сейчас, наверное, знаете, разворачиваются довольно непростые события в Мьянме, Китай оказывает на них достаточно серьезное влияние, но мы про это поговорим позднее, сейчас я просто упомяну, что они идут и что все это укладывается в то, о чем я говорю. А вот, значит, ну вот в Азии у нас, да, есть Россия, да, и Китай, про Китай два слова сказал. Теперь, значит, Индия. Индия страна, вот она, да, получившая независимость, как вы знаете, наверное, после Второй мировой войны, вот вскоре, которая, обладая, с одной стороны, заметным количеством сильных сторон, обладает немалым количеством проблем. Ну, у Индии, с одной стороны, что хорошо, это достаточно большое население, и надо отдать индейцам должное, они, в общем, не сказать, что, да, уровень жизни в Индии не слишком высок, может быть, но при этом научно-техническое потенциал Индии, ну, для страны, в общем, азиатской вполне себе неплохо. Вплоть до того, что, ну, к примеру, Индия сейчас является производителем вакцины Ковишил. Вакцина, которая является, по сути, реплика Астрозенеки, но, тем не менее, она производится, и даже, вроде как, немножко отличается. Хотя там были заявления, по-моему, даже от Всемирной Организации Безздравоохранения, что можно, ну, они, скажем так, можно первую поставить Астрозенеку, а потом Ковишил, но, вроде как, определенная, все-таки, там, разница некоторая есть между ними, но, так или иначе, Индия в состоянии производить, пусть и по лицензии, но, тем не менее, вакцины. Индия производит и имеет и космическую программу, то есть, Индия производит автомобили, ну, в общем-то, Индия является достаточно мощным не просто каким-то аграрным или туристическим центром, но и промышленным, включая высокие технологии. Конечно, тут решает и относительная дешевизна рапсилы в Индии, да, куда и выносят производства крупные государства. При этом Индия относительно политически стабильна. За годы своего существования Индия, в общем, в отличие, допустим, от соседнего Пакистана, не пережила именно государственного переворота в целом, там не было. Там были политические убийства, была убита, допустим, Индия Ганди, но все-таки это ни разу не привело к какой-то смене правительства. А мы с вами должны понимать, что современный мир, ну, современный, так, широкий, мир последних 50 лет, он базируется в том числе на инвестициях. Вот, ну, вы сами понимаете, вот, допустим, заварялось у вас там несколько, так, тысяч долларов, ну, лучше белье, вот, или сот тысяч долларов. И вот вы хотите вложить в страну какую-то. Да, действительно, вас может поглажнить в Азии какая-нибудь дешевизна рапсилы. Ну, понятно, что в страну, где идет война, вкладывать деньги никто не хочет. Ну, или где есть какие-нибудь опасности переворота, с ног на голову. Ну, понятно, что, допустим, если вам там хочется открыть какой-нибудь цех по пошиву масок, ну, то есть инвестиции небольшие и быстро отобьются, вы можете вложиться и в страну, где, или в территорию, где идет какая-то большая драка. Но если вы хотите строить, извините, химзавод какой-нибудь или там автомобильное предприятие на долгое, так сказать, на долгое время, то, понятно, вам нужна стабильность. Индия оказалась страной с достаточно понятными правилами игры. Индия, кстати, имейте это в виду, является в Индии, ну, особенно в Южной Азии, если мы говорим об этом регионе, то, пожалуй, наверное, в одной из наиболее демократических стран. В том смысле, что там действительно существует ряд партий, действительно есть конкурентная борьба за кресло. Премьер-министр, дело в том, что Индия это парламентская республика, президент в Индии играет весьма такую декоративную функцию. Да, и в Индии действительно есть некоторая борьба. Есть, кстати, в штатах тоже, в различных штатах Индии, там есть различные политические предпочтения, там есть штаты более левые, где поддерживают больше левых, левые партии, есть штаты, где поддерживают больше правые партии националистического такого характера. Есть даже маоистские партизаны, которые бегают там где-то по лесам. Тут не так давно было столкновение с полицией довольно крупное. То есть, я все это почему? Что Индия при всей своей принципиальной неодинаковости, потому что население сюда вот ближе к Тибету это одно, а население Юга Индии, Драмиды это другое, а население Бенгалии, Бангладеш это третье. То есть они, ну Бангладеш, в смысле рядом, восточная Бенгалия, Бангладеш, а западная Бенгалия, индийский штат. Вот население Западной Бенгалии, родственное Бангладешцев, это одно, да, а население, допустим, вот здесь, тибетцев, это другое. Население Юга Индии, каких-то островов, там вообще есть весьма такое разное население, там видоидное, всякое, травидийское и так далее. То есть Индия очень разная, но тем не менее, никакой такой страшной гражданской войны или, о чем я говорю, политических переворотов, именно успешных. В Индии не происходило. При всей, в том числе и религиозной разнице, потому что в Индии господствующей традицией является индуизм, но я не даром вам сказал именно слово традицией. Потому что индуизм воспринимать как единую религию, это очень спорный момент, потому что, ну какие-нибудь шиваисты и вишнуисты, они очень отличаются. Скорее, индуизм можно воспринимать как некую традицию, в которой есть какие-то общие понятия, но, опять же, их понимают все по-разному. Допустим, есть такие агхори, это такое население, ну они, в общем, живут в разных местах в Индии, там, ну в основном, на севере, но есть и на юге, перемешиваются. Короче говоря, они поедают трупы из погребальных кастромов иногда, но в качестве ритуальной практики. Не то, что это основной способ как бы запитаться. Нет, ну вот у них такая, такой способ поклонения божеству, да, души, в первую очередь. Ну понятно, что для многих индуистов это какой-то неправильный индуизм. Ну и так далее. То есть индуистская традиция очень сложная. При этом имейте в виду, что на территории Индии есть религиозные меньшинства, которые оказывают заметное влияние, да, это, например, мусульмане, ну мусульман выйдет достаточно много, вот, это христиане. Христиан не так, чтобы очень много, но они, кстати, в основном, ну они разные есть, есть те, которые, кстати, от английских традиций, а есть те, которые еще со времен там древних, ну, ради средневеков, скажем так, есть штат Керала, такой, Керала по-разному зрению ставят, вот там есть такая Малакарская, Малакарская церкви, они такие, в общем, имеют длительную традицию, так сказать, когда-то из Византии, очевидно, были принесены эти верования, и они здесь как-то так прижились. Причем прожили даже период отсутствия контакта с европейскими церквями. Христиане есть, есть еще такая очень интересная религиозная община, парсы. Парсов очень мало, их там гораздо меньше 1%, но они очень такие состоятельные в основном. Парсы это зароастрийцы, зароастрийцы, зароастрийцы такая традиционная иранская религия, в Иране зароастрийцев осталось очень немного, но они там есть. Это религия, которая, в отличие, ну, то есть она чем-то перекликается с исламом, с христианством, но по зароастрийству есть добрый бог и злой бог. То есть они равнозначны, и вот между ними идет дерьмо, вот парсы, они проживают в том числе на территории Индии, в бывшем Бомбее, это не Кубае, у них центры, и они, хоть их мало, но они довольно богатые. То есть это такая, в общем, достаточно сплоченная и финансово состоятельная группа населения. В общем, Индия разная и по языкам, и по всему, по всему, но тем не менее у Индии получилось, да, у Индии получилось создать нормальную экономику, работающую политическую систему, и поэтому Индия является инвестиционно привлекательной, плюс Индия всегда умела находить, как бы, такие компромиссы. Индия имела недурные отношения с Советским Союзом традиционно, потом с Россией, и Индия имела недурные отношения, в общем-то, никогда со Штатами, скажем так, прямого противостояния не было. Да, был такой момент, что Пакистан больше сочувствовали, и Штаты Индии больше сочувствовал Советский Союз, но, в принципе, и Советский Союз с Пакистаном взаимоотношения имел, и Америка с индийцами, конечно, тоже. Вот с кем у индийцев отношения непростые, это с Китаем. Отчасти из-за того, так сказать, чтобы, потому как они, оба, оба эти, обе державы, пытаются, так сказать, вот создать ситуацию, при которой они будут доминирующими в регионе, это понятно. Вот. Ну и понятно, что Китай пытается всячески Индию обойти, в том числе построить, уже строится шоссе до порта Квадар через Пакистан, чтобы китайским товарам не нужно было вот такой вот делать огромный крюк, да, а они, собственно, могли проходить напрямую. Вот, поэтому, конечно, Индия это тоже важный игрок. У Индии куча проблем, да, она, они начинаются там от остатков кастового строя, да, когда люди до сих пор воспринимают друг друга не как людей, не только как людей, но и как кастовый, по принадлежности к касте. Кстати, имейте в виду, что переход в различные религии, христианство, ислам и так далее, был в том числе связан с тем, чтобы вырваться из кастовой системы. Вот, но Индия, в общем, вот она у нас существует, да, про нее два слова сказано. Дальше идем, дальше идем, ну, еще мы тут забыли на Востоке сказать про Японию. Япония, ну, на мой взгляд, может быть, это немножко будет оценочное отнуждение, это страна, у которой в свое время получилось, но, тем не менее, вот как-то удержать это лидерство постепенно, оно ускользает у Японии из рук. Да, Япония в свое время смогла стать весьма мощной экономикой, еще учитывая, что ресурсов в Японии, собственно, природных почти нет, но благодаря ряду факторов, в том числе, кстати, надо помнить, что несмотря на то, что штаты, конечно, Японию в свое время уконтралили, они же позволили японцам не тратить это практически на военный бюджет. Военный бюджет для любого государства, ну, я не говорю о Северной Корее, где он, где пол бюджета составляет военные расходы, но даже для более миролюбивых стран гораздо, в общем, военный бюджет – это очень большая прорва, но Японии, в общем, удалось фактически избежать этого. Правда, сейчас Япония, ну, японские силы самообороны, так называемые, как по заверениям экспертов, причем тоже японских. Короче говоря, если Япония решит сделать полноценную армию, то вот это то, что есть, его придется полностью убирать, потому что там проще новое создать, чем реформировать имеющиеся. Но, тем не менее, Япония смогла стать производителем в целом ряде сфер. Это, в первую очередь, высокие технологии, это машины, это все что угодно. Но Япония сейчас испытывает целый ряд проблем. Ну, во-первых, конкуренции со стороны Китая и Кореи, да. Во-вторых, конечно, сказываются и демографические проблемы. Дело в том, что Япония испытывает заметный демографический спад, даже превышающий таковой, ну, к примеру, у нас. Да, при этом Япония не имеет, в отличие от России, которая имеет достаточно неплохой уровень миграции русского населения с территории бывшего Советского Союза, ну, и миграцию, так сказать, представителей народов бывшего Советского Союза, которые в культурном отношении достаточно понятны и близки нам. Япония, ну, в общем, да, в Японию едет народ, едут китайцы, едут корейцы, но они в том числе и размывают несколько японскую идентичность, учитывая некоторые национализмы японского общества, и понимаете, в чем дело? Мы должны с вами понимать, что для русского населения, да, кто-то из нас более националистически настроен, кто-то менее. Вот для нас культурный плюрализм и плюрализм этнически это общее место. Ну, то есть, мы выходим на улицу в Новосибирске, например, и мы видим лошадь людей, европеоидных, монголоидных, сейчас уже и нейтройных, в общем, периодически встречаем, да, метро, там и так далее. Для Японии и для Кореи, например, эта ситуация совершенно необычная, традиционная. То есть, это всегда были этнически достаточно чистые страны, достаточно, так сказать, однообразные, и поэтому для них довольно сложно воспринять вот эту мультикультурность, короче, прививается плохо. И это создает некоторые тоже внутренние проблемы. Поэтому Япония, конечно, до сих пор является достаточно мощным игроком, в том числе экономическим, но отсутствие армии, как я уже сказал, да, с одной стороны, это, конечно, хорошо в смысле экономики, не надо тратить. Но с другой стороны, Японию, в принципе, уже почувствовавшие себя довольно сильными те же самые китайцы, они ее начинают поджимать, в том числе в территориальных спорах, пока там осторожненько, но в случае чего понятно, что своими силами Япония не отмажутся ни от кого, ну, разве что с помощью штатов. Движемся дальше. Значит, дальше большой-большой Евросоюз. Да, ЕС, вот здесь вот, собственно, покрашен синим цветом. Ну, Британия тоже пока покрашена цвет ЕС, карта не очень новая. Ну, не знаем про Brexit, я думаю, услыхали и про его токность. Так вот, Евросоюз. Мы с вами говорили уже отчасти, ну, с одной из групп, что Евросоюз, в общем, начинался он там после Второй мировой войны, так как несколько другая организация там производителей угля и стали. Но впоследствии, особенно после крушения Союза, после высвобождения стран соцлагеря, да, все эти страны решили вступить, постепенно были приняты в ЕС, включая Прибалтийские республики и бывшего союза. А ЕС, конечно, это не государство, мы должны понимать, что в ЕС есть отдельные государства, которые не слишком, особенно в последнее время, близки друг с другом. В Европе есть откровенно проблемы в смысле внутреннего единства. При этом, конечно, суммарные ВВП Евросоюза весьма высокие. То есть мы должны понимать, что при всех разговорах о том, кто в Европе европессимисты всякие, да, евроскептики, да, евроскептики, вот, они все еврооптимисты и сразу пессимисты. Евроскептики. Так вот, евроскептики, да, они есть, да, их силы в Европе немалые, в некоторых странах, типа Венгрии, они даже, можно сказать, лидируют. Но, тем не менее, Евросоюз, ну, начнем с того, что единую валюту Евросоюз способен поддерживать. При этом мы должны понимать, и вы, наверное, знаете, что не все страны Евросоюза, в общем, скажем так, еврозона Евросоюз, это не совсем то, не совсем одно и то же. К примеру, в Венгрии действует своя валюта, это фарин, да, венгерские фарин. Вот мы открываем карту и мы видим, что целый ряд стран до сих пор пользуются своей валютой. Это, конечно, Чехия, это Польша, Чехия Крона, да, Польша, Злотый, Венгрия, это фарин, вот, значит, этот, в Хорватии, это Пуды, по-моему, не Пуды. Ну, а, соответственно, Болгария влевая, да, а нет, Болгария, это румынский лев. Сейчас, сейчас, проверим. Никогда не стыдно посмотреть. Значит, в Румынии у нас, в Румынии, там, он такой же, мол, даже, Лей, да, 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 в Румынии лей, а в Болгарии, по-моему, левый. Вот. Значит, то есть не все страны Евросоюза имеют, да, болгарский лев, а там Лей, все правильно. Значит, мы видим, да, что Еврозона, она не совсем тождественна Евросоюзу. При этом Евро имеет обращение в Косово, например. От Косово Евросоюз не принят. При том, что некоторые страны Евросоюза, типа Испании, вообще Косово не признают. Поэтому Еврозона, повторюсь, не совсем равно Евросоюзу. Так вот, Евросоюз, понятное дело, переживает определенные сложности, но у кого, извините, сложности нет, да, покажите мне эту страну. Есть сложности взаимоотношений между некоторыми странами, обычно это касается Восточной Европы. Мы должны четко понимать, что есть старая Европа, да, ну, грубо говоря, то, что называется западной или центральной, странами. И есть Восточная Европа, у которой дела идут не у всех одинаково хорошо. Если Польша в последнее время так несколько выбилась вперед, то какая-нибудь Румыния пребывает в достаточно плачевном состоянии. Плюс в Восточной Европе достаточно сильны еще старые терки, да, которые связаны в том числе с переделом границ. К примеру, венгры, про которых сегодня я уже упоминал, они до сих пор никак не могут забыть трианонский договор. Даже если вы выходите даже в этим, в инсте, во всяких пабликах, которые про карты и, так сказать, про всякие разные географические штуки, там трианонский договор ползает довольно часто. Очевидно, у венгров до сих пор, так сказать, посттравматический синдром. Вот, смотрите, Венгрия в составе Австро-Венгрии была вот такая, да, и захватывала больше половину, почти больше трети современной Румынии и часть современной Чехии и Словакии, и часть бывшей Югославии. После Второй Мировой, ой, Первой, простите, Мировой войны Венгрию обторнали настолько, что она уменьшилась более, ну, практически больше, чем в два раза. Почти там, в три раза стало меньше. Вот, то есть это до сих пор очень болезненная тема, а учитывая, что Венгрия сейчас в власти Орбан, такой, в общем, националистически довольно настроенный товарищ, у которого, к тому же, в общем, получается более или менее решать проблемы населения, то есть его популярность достаточно велика. Это показывает нам, что, в общем, венгерская проблема, она остается, и она весьма, допустим, и венгры умеют ждать, да. Венгры, допустим, поддерживают венгерское меньшинство везде, в том числе и в Украине. Они умеют играть в долгу, и, возможно, так сказать, лелеят планы о том, что когда-нибудь, возможно, это будет все как-то прибрать назад. Ну, так или иначе, в общем, вот эта вот проблема есть на территории Европы. Восточной, прежде всего, потому что в Западной Европе все-таки как-то границы более устоявшиеся, и интеграция, процесс интеграции больше. Конечно, в Европе мы можем назвать две, в первую очередь, страны наиболее влиятельные, которые, скажем, далеко позади оставляют всех остальных. Это, естественно, Франция и Германия. В РГ, то бишь и Франция, да, ну, а ну и это, собственно, Меркель и Матрон, да, два лидера. Ну, Меркель правит уже давненько, Матрон не столь давно пришел, да. Пока Меркель правил, да, мы будем оценивать несколько президентов во Франции. Вот. Значит, эти две страны, хотя они, в общем, ну, они крупные по территории, но есть сопоставимые с ними, по промышленному потенциалу, по своим, так сказать, финансовым возможностям, они, конечно, являются доминирующими в Европе. При этом, конечно, не надо думать, что у них нет проблем. Проблем у них хватает. Я говорю не только о миграции, миграция тоже в речевой языцах, да, мы, скажем, можем сказать, допустим, что в Германии до сих пор существует четко проблема восточной и западной Германии. Восточная Германия остается до сих пор, в общем, гораздо более депрессивным экономическим регионом. И эта проблема, в общем, до сих пор толком не решена, но я об этом уже говорил. Даже современные опросы по уровню религиозности и почему угодно, по политическим предпочтениям, они довольно серьезно отличаются. Вот. Значит, Европа, да, есть ли у Европы шанс выставить? В свое время, конечно, Европа сейчас Европа, Евросоюз находится в некоторой кризисной ситуации, но не потому, что сама идея Евросоюза плохая, а в первую очередь просто потому, что в Евросоюз попали очень разные по уровню развития стран. Да, и некоторые страны, ну, откровенно, ну, допустим, если мы сопоставим, ну, вот, к примеру, да, возьмем мы с вами две страны, возьмем с вами, допустим, ФРГ, вот, пойдем мы с вами ФРГ, и увидим, мы с вами, что ВВП по номиналу на 2019 год здесь, ну, почти 4 триллиона долларов, да, ВВП по номиналу. И возьмем страну, ну, ФРГ, чтобы вы понимали, что на данный момент проживает около 85 миллионов, да, в 80 миллионах. А теперь возьмем страну Румынии, да? Мы не только эти две возьмем. В Румынии проживает гораздо меньше 20 миллионов, но ВВП на 2019 год 250 миллиардов, там было 4 триллиона, а тут 250 миллиардов, да, значительно меньше. Возьмем еще одну страну, ну, мы берем такие страны побольше, ну, не самые, допустим, Польша. Польша, и мы видим с вами, что поляков около 40 миллионов, ВВП по номиналу полтриллиона, да, 600 миллиардов. Ну, то есть понятно, что по населению Польша всего в два раза меньше Германии, а по экономике в 8 раз. И возьмем еще одну из небольших стран, к примеру, Бельгию. Возьмем у нас с вами Бельгию, и увидим, что в Бельгии ВВП по номиналу равно практически польскому. ВВП Бельгии равен практически польскому, при том, что Бельгия в два раза меньше по населению, ну, а по площади, ну, гораздо меньше, наверное, 30, а там... В общем, в 10 раз. В 10 раз Бельгия меньше по территории, но ВВП у нее такой же. Да, то есть страны в ЕС разные. Страны в ЕС разные, и они разные в том числе по своему экономическому потенциалу и уровню развития. Поэтому понятно, что, в общем, сложно все. В Евросоюзе свести к общему... В общем, пока в Евросоюзе была только Западная Европа, Евросоюзу было проще. Ну, потому что все были более-менее так, ну, сопоставимы. А тут добавилась куча всяких стран, причем, ну, я вообще перечислил, допустим, Болгария, там экономика или Греция, там с экономикой тоже все довольно кисло, поэтому такие вот сложности. И это, кстати, приводило в значительной степени к внутренней миграции, да, в ЕС. К примеру, там знаменитое выражение «польские сантехники», да, которое касалось поляков, которые ехали, соответственно, на заработки в страны Западной Европы. Сейчас ситуация сколько иная, в Польше стало гораздо более самостоятельной в экономическом смысле. Но проблем у нее все равно много, как это часто и бывает. Значит, вот, ну, про Европу два слова сказали, может быть, еще чуть позже вернемся. Идем дальше. Конечно, центром силы определенным является Великобритания. Но с Великобританией, понимаете, все очень непросто. С одной стороны, Великобританию, вот как правильно сказали умные люди, про итоги Второй мировой войны для Великобритании, триумф и трагедия. Да, Великобритания смогла показать свою типоколебимость и стала одним из, по праву, участников победы. Но она, тем не менее, вынуждена была в Кове отдать независимость своим крупнейшим колониям, то есть Индия, Пакистан. Ну а впоследствии, в общем, и в Африке, и во прочих регионах потеряла заметное свое влияние. При этом до сих пор, надо это учитывать, вы должны это знать, что существует такое объединение, бывшее британское содружество наций, сейчас оно называется по-другому. Сейчас оно называется просто содружество, слово британское они убрали, которое охватывает ни много ни мало 54 страны. Помимо, собственно, Британии, оно охватывает ряд стран Южной и Центральной Африки, включая ЮАР, а ЮАР это, в общем, достаточно сильный до сих пор экономический игрок, по крайней мере, на африканском рынке. Это производитель оружия, кроме всего прочего. Ну и ряд стран здесь тоже рядом. В британское содружество входит Австралия, Новая Зеландия и Канада, то есть такие бывшие колониальные владения, но колониальные владения с доминированием белого населения. Здесь же ряд Каримских островов, ну, все перечислять не будем. Вот, и, собственно, территория бывшей Британской Индии, да, это Пангладеш, Шри-Ланка, Индия и Пакистан. Вот, ну и, собственно, есть Кипр, Малька, да. Значит, то есть здесь есть целый ряд Мадивы там всякие, ну, в общем, мелкие островные государства. Плюс у Британии есть там несколько опорных точек в других частях света. В общем, я к чему это все веду-то? Что формально влияние британской короны достаточно велико. И, как вы, наверное, знаете, королева Елизавета, ныне ставшая вдовой, она стала, она является королевой для целого ряда стран содружества. Часть стран содружества типа Индии и Пакистана являются республиками, но, например, в Канаде королева Елизавета считается королевой. Да, понятно, что ее влияние скорее номинальное, но, тем не менее, это позволяет Британии сохранять определенное влияние практически на всех континентах. Да, это и Америка, это и Европа, это и Средиземноморье, это и Южная Азия, это и Африка, это и Австралия, и прилегающий регион, Океания, так называемая. То есть это, в общем, достаточно, при всем, влиятельная структура. Ну, нет, там бывают разные периоды. В некоторые периоды из нее выходили страны, в некоторые входили. При этом, ну, Британия, в общем, является достаточно сильным игроком, да, с достаточно сильной экономикой. Ну, сколько мы взялись сравнивать, да, по номиналу у Британии шестая экономика, да, это, в общем, очень неплохой показатель. Да, у нас, знаете, да, что есть по номиналу, есть по покупательным способностям. Мы видим, что, допустим, Британия здесь четко на шестом месте. При этом, как мы видим, многим из вышеописанных нами стран она уступает. По квалифету покупательной способности тут немножко другой расклад. Да, здесь, ну, опять же, примерно, знаете, это знакомые все лица, да. Если мы берем там первую, условно говоря, десятку, то мы видим, что здесь все примерно те же самые, да. Китай, Штаты, Индия, Япония, Германия, Россия, Индонезия. Бразилия, Франция, Великобритания. Значит, ну, а здесь США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия, Канада, Россия. То есть, здесь есть некоторые различия, но общий принцип понятен. Значит, есть ли у Британии, так сказать, в будущем какие-то амбиции вернуться в круг величайших государств мира, ну, дело темное. Дело в том, что, в общем, конечно, Британия сильна, но все-таки, наверное, в англосаксонском мире, если о таковом можно говорить, вероятность принадлежит все-таки скорее штатам. Сейчас и ситуация вряд ли изменится. Поговорим об американском континенте. Здесь есть один явный лидер, понятно, США, да, фактически после развала Союза и до, по крайней мере, года так, до 15-го, 2015-го, США пребывали фактически от хозяина тополярного мира. Но это не значит, что они все могли контролировать, но фактически они, вот я вам приводил, например, расколотили посольство китайское и почти ничего им за это не было. Ну, по крайней мере, реакции, которые можно было ждать от мощнейшей страны, к 2000-му, в 1999-м году Китай уже был заколот. В общем, они нормально пережили. Но сейчас их положение начало немножко пошатываться. Пошатываться, ну, не так, что завтра они развалятся, нет. Но определенные сложности, конечно, в Штатах есть. Это, так сказать, проявляется в разном. Во-первых, их конкуренты, да, ну, о чем мы выше говорили. Россия, Китай, в том числе и в совместных каких-то прокламациях и обращениях и в совместной позиции в Совете Безопасности в том числе показывают, что, в общем, эпоха безраздельной однополярности в общем-то заканчивается. А с другой стороны, внутренние проблемы в Штатах, понимаете, внешнее давление, оно, может быть, весьма сильным вопросом внутреннего положения. Мы видим, что в Штатах внутреннее положение, ну, скажем, определенные кризисные тенденции там есть. Опять же, не говорим, что завтра в Казахстане, нет. Но даже последние выборы и возраст и у участников показывают, что американская демократия, в общем, ну, в безвестной мере превратилась, знаете, в такую борьбу олигархических кланов, которые выдвигают очень уж подозрительно древних дядюшек. Ну, я вам уже приводил примеры, да, на прошлых лекциях, сколько возраст Трампа и сколько возраст Байса. Да, это чем-то напоминал, конечно, в американском политике немало молодых деятелей, но вот выбор сделан именно такой. Ну, а потом, как вы знаете, был штурм Капитолия. Можно долго разговаривать, была ли это провокация со стороны тех, провокация со стороны других, но тем не менее, все-таки до этого как-то не доходило раньше. Поэтому штаты, сохраняющие целый ряд привилегированных командных высот, что называется, в мировой экономике, ну, возьмем доллар, тот же самый, который, несмотря на усиление евро, юаней и так далее, он все равно доллар является основной мировой валютой и эта ситуация вряд ли так быстро поменяется. При этом штаты, конечно, государство большое, сильное, с хорошей армией, с хорошим вооружением, умеющее продавать свое барахло, ну, скажем так, всякие, в том числе, не очень новые предметы вооружения, кому не попадя, да, то есть торговля оружием идет активно, я вам приведу пример, не так давно, буквально вот в течение месяца, подписан договор между Польшей и штатами, а поставки в Польшу комплексов Патрио. Комплексы Патрио, чтобы вы понимали, они разрабатываться начали чуть не в 60-е, а вооружение принято были в 80-е. Вот, то есть не самое новое вооружение, да, плюс к тому, они еще и оказались в войнах в Терсидском заливе и показалось, что они не особо эффективные при этих случаях, они не очень эффективны против низколетящих аппаратов и против беспилотников. Вот, в общем, короче говоря, и при этом довольно дорогие. Поэтому, ну, Польша, тем не менее, купила у Америки за 4 миллиарда, даже больше, потому что изначально американцы хотели 9, но потом торговали за 4. А 4 миллиарда, значит, купили эти Патрио. вот, то есть американцы умеют продавать всякое такое своим, так сказать, сателлитом, да, они продают, в том числе и Украине, они там какие-то старые катера подарили, ну, как бы, подарили, но там все равно в Украине пришлось заплатить, вот, за транспортировку и так далее. То есть Америка активно продвигает свои экономические интересы и там, где она видит угрозу для экономических или политических интересов, она действует. Последний пример, опять же, чтобы в историю телегидоваться, это пример, когда американское фактически посольство заблокировало уже состоявшуюся покупку китайской компанией предприятия MotorSitch на Украине, предприятия в основном авиацией занимающегося, по поводу чего там большие конфронтации у Китая с Украиной, китайские в плоди бизнесмены после этого поехали в Крым, ну, короче говоря, американцы очень четко и, когда надо, жестко отстаивают то, что считают своими национальными интересами. Почасто вбираясь уже непосредственно и создавая угрозу тем, кто этого не любит, вступление, дискуссия периодически всплывающая вступление сюда-то Украины, то есть самое, про Беларусь пока речи нет, но тем не менее. В общем, подбирание границ России, конечно, это нервирует. Или там проблема Тайваня, болезненная для Китая. В общем, пока американцы на коне, но есть некоторые проблемы. Идем дальше. Еще в Америке, да, если брать северную и южную, существует такое государство, как Бразилия. Пока сказать, что Бразилия, вот она, знаете, прям вообще, она вот прям сейчас вот как даст, всем даст, но пока как-то не приходится. Конечно, Бразилия отстает от многих стран, которые представлены, но имейте в виду, что если вы думаете, что Бразилия это то, где много диких обезьян, то вы глубоко ошибаетесь, потому что по номиналу ВВП Бразилии даже несколько выше российского, вот, а по паритету покупательной способности несколько ниже российского, но заметно, ну, пониже, но входят, так или иначе, они обычно в районе первой десятки. То есть по ППС, по паритету покупательной способности, они, допустим, выше Франции и Великобритании. Вот, то есть Бразилия достаточно быстро развивается, при этом, конечно, в Бразилии проблем может быть еще больше, чем мы больше перечислены, это и криминогенная обстановка, это там экологические проблемы, и вообще проблем масса, но надо учитывать, что Бразилия, имея потенциал, его некоторым образом реализует. Сказать, что в Бразилии прям экономическое чудо, наверное, по преувеличению, но это надо сказать, что Бразилия из страны кофе, сломо говоря, да, и каких-то фруктов превращается уже и в страну с определенным промышленным, в том числе, высокодехнологическим потенциалом. Это тоже нужно учитывать, и цифры, да, это не то, что какие-то мои личные симпатии, цифры, вот мы с вами, перед нами. Бразилия рассматривается как такой, может быть, магнит для Латинской Америки. Единственное, что, наверное, не дает Бразилии стать вот однозначно таким, знаете, прям центром объединения Латинской Америки, это, наверное, то, что Бразилия все-таки португалоязычная, а вся остальная Латинская Америка в основном испаноязычная. Конечно, некоторая сложность в этом есть, может быть, путь Бразилия и испаноязычный, она бы гораздо больше была однозначно с соседями, потому что все равно определенная, несмотря на то, что португальский с испанским языки не такие уж супердалекие друг от друга, но, тем не менее, все-таки Бразилия, пожалуй, от этого может быть в чем-то проигрывать в смысле своей интеграции с соседями. Тем не менее, существует в Латинской Америке, но это у вас есть отдельный предмет про международные организации, существует целый ряд международных организаций, в том числе и в Южной Америке, которые, в общем, и Бразилию в том числе включают. Поэтому какой-то уж, знаете, непреодолимой препоной языковой, языковая ситуация не становится. Вот. Значит, что у нас еще, да, как мы рассмотрели с вами быстренько, теперь еще есть много чего сказать, конечно. Значит, конечно, показателем силы, да, в известной мере, того, кто может претендовать на звание второго полюса этого мира, тут все очень сложно. Какие-то из перечисленных мною стран, наверное, Индия и Бразилия, несмотря на свои невероятные, действительно, выдающиеся успехи, невероятные, выдающиеся, они, тем не менее, могут все-таки, ну, вряд ли они могут надеяться, на то, что они когда-нибудь в ближайшие десятилетия станут сверхдержавой, да, ну, это все-таки немножко не тот уровень. Другой вопрос, Китай, да, Китай, который, в общем, и по территории превосходит США, и по населению, но это в наше время не так важно, а вот куда, так сказать, более важно, что по ППС, по паритету покупательной способности Китай уже обогнал Штаты, причем, как мы видим, по данным МВФ весьма серьезно, на целых, получается, 4, чего это, триллиона, 4 триллиона долларов, по номиналу Штаты все еще превосходят, но, опять же, тут может быть определенный, ну, то есть, в общем, Китай может догнать, тем более имейте ввиду, что китайская экономика структурно, она больше про реальное производство, а американские ВВП в значительной степени про финансовые всякие манипуляции, поэтому, скажем так, с точки зрения чего можно пощупать, с Китаем дело обстоит, может быть, на перспективу лучше. Вот, Китай это ядерная держава, Китай космическая держава, причем весьма такая, не просто как Индия, делающая какие-то первые шаги, но и уже имеющая солидный задел. Поэтому, конечно, и Китай, главное, начинает активно уже вмешиваться в международную деятельность, высказывать свои протесты. Естественно, если бы сейчас бомба прилетела с бомбардировщика В-2 на посольство где-нибудь, то, конечно, это было бы, знаете, уже совсем другого рода дискуссия, и шума было бы гораздо и гораздо больше. И, возможно, каких-то уже акций со стороны Китая. Поэтому, Китай, про Мотор Сича он уже говорил, были тут недавно достаточно жесткие дискуссии на Аляске между представителями Китая и США, буквально тоже в течение месяца последнего. Поэтому, в общем, Китай может претендовать, пожалуй, на как-либо другое название «новые сверхдержавы». Той, которая сможет составлять действенную конкурентскую штату. Конечно, у Китая есть тоже внутренние проблемы, причем у Китая есть несколько болевых точек. Во-первых, всегда можно обвинить Китай в том, что у них авторитаризм и они не соблюдают права человека, что, в общем, отчасти правильно, но мы с вами можем по поводу бомбить чужие посольства это тоже не очень демократические, но тем не менее. Я к чему? Что фактически Китай есть несколько проблем с сепаратизмом. У Китая, наконец, есть альтернативный Китай в виде Тайваня, о чем мы на семинарах говорили, что тоже не добавляет очков Китаю, но это все в известной Америке перекрывается экономической мощью, ростом и так далее. Что касается России, ну, тут дело темное. С одной стороны, американский инстеблишмент по инерции продолжает воспринимать Россию как в известной мере угрозу номер один. Да, об этом говорили и говорят сейчас некоторые западные товарищи, такие около официально. Официально, ну и Байден, да, знаете, наверное, в интервью на вопрос Путин-убийца сказал, да, правда, тут надо вы, как международники должны понимать, что в английском языке есть несколько, так сказать, слов, которые обначают слово убийца. И, так сказать, убийца, да, это глагол murder, murder, это, собственно, убийца, вот именно такой, если бы хотелось сказать, что у него руки по локоть в крови, то, наверное, использовали бы это. Есть слово assassin, да, assassination, ну, то есть, это какое-то политическое целевое убийство. Слово killer, оно, в общем, в английском языке, ну, оно достаточно многозначно, то есть, сводить его просто к смыслу слова убийца было бы, может быть, всем правильно. Оно, понятно, носит отрицательные коннотации в данном случае, но, если, ну, не мне вам рассказывать у вас английского, сколько у вас английского видели? Четыре пары, ну, вот, значит, это восемь или даже десять часов, то есть, у вас много, вы знаете, лучше меня, что killer, тем более, в killer есть всякие, там, time killer, и так далее, pain killer, куча всяких оборотов, поэтому тут с убийцей есть некоторые моменты, но суть в чем, все равно это была одним телесная характеристика, да, но при всем при этом, с одной стороны, аляр, ну, что называется, да, Россия, Россия, но при этом, конечно, вот буквально недавно Байсон заявил, что в третьей стране они с кем-то хотели бы встретиться. Россия, тем не менее, воспринимается, скажи, что с Советскому Союзу 30 лет прошло распадение, да, все равно Россия в известной мере воспринимается как такая угроза по старой памяти номер один, хотя, конечно, сейчас Китай для Америки является более серьезным конкурентом, ну, современный мир, да, он, как мы с вами уже говорили, он не строится сейчас настолько на уровне, на военных, всяких технологиях, военной мощи, а в первую очередь строится на экономике. экономика России не самая задрипанная, это исходит в первую десятку, но, тем не менее, все-таки, конечно, с китайской, американской ей не тягаться. Вот, поэтому, при этом, в России есть определенные, так сказать, было позитивные какие-то, если сравнивать особенно с 90-ми годами, позитивные движения в экономической и прочих сферах, ну, приведут ли они к тому, что мы вот завтра станем сверхдержавой, ну, пока это, при этом, конечно, нужно учитывать, что Россия является членом СовбезоОН и на статус, как бы, великой державы она может претендовать по поводу сверхдержавы, ну, возможно, в каком-то, в какой-то коалиции с тем, что Китаем, да, но по отдельности пока мы вот, наверное, конкуренции штатам, по крайней мере, по всему миру не можем составить, хотя на своем огороде, что называется, как показывали события 2008 года, да и события 2014 года, Россия, в общем, без особых каких-то проблем может решать свои насущные задачи, и, да, вводятся кик санкции, но, в общем, воевать, грубо говоря, как за Кузью, в 2008 году, где заходили американцы воевать за американцы Буша, ровно так же, естественно, воевать за Украину Байден тоже, в общем, не захочет. Самое страшное погребовое, которое сейчас пугает Россию, это отключение от СМИФТа, но, как заявили наши, что, в общем, конечно, это плохо, но мы, так сказать, как-нибудь, с миром, с Юнионбэем, китайским, как-нибудь, перетерпеться. Вот, значит, то есть, какой-то катастрофа, это, конечно, будет неудобно, но не катастрофа. Вот, то есть, мы с вами поговорили, что у России есть шансы развиваться, но, может быть, сверхдержавой стать именно в смысле, вот, старом, наверное, это сложнее. Европа. Европа, тут все зависит от Европы, да, Европа, конечно, мы не можем скрывать, что практически вся Европа, да, это страны НАТО, и если в старой Европе отношение к НАТО местами достаточно уже такое скептическое, ну, или, по крайней мере, так сказать, не очень там любят, когда американцы влезают в европейские дела, то значительная часть режимов новой Европы, они как раз очень рады, что они в НАТО, вон, поляки, убили патреон, я вам так говорил. Да, то есть ряд режимов в новой Европе, восточной Европе, они в известной мере, в том числе, испытывая какие-то антироссийские подобные боли, там, со времен Второй мировой эпохи соцлагеря, они, в общем, как-то больше склонны к НАТО, больше прислушиваются, возможно, к США, вот, поэтому Европа не едина. Ну, то есть, вы знаете, наверное, эпопею северным подобным, да, который объективно нужен Европе западной, но который всячески блокирует, осталось немного, вот сейчас держим пальчики, достроить не достроят, достроить не достроят, то есть, его всячески пытаются, там, те же самые американцы прижать, почему, в том числе, потому что они хотят свой жирный газ через Польшу подавать, поэтому Польша тоже хочет его прижать, да, то есть, в том числе, экономические интересы, конечно, до этого достроят, вот, это, конечно, важный такой момент, Европа, конечно, повторюсь, суммарный ВВП Евросоюза, это, конечно, что-то с чем-то, да, то есть, это весьма мощное, нечто сейчас давайте вам покажу, да, ЕС, вот, Евросоюз, вода радости, все дела, значит, вот, суммарный ВВП, у них, собственно говоря, является, и по номиналу ВВП с вторым в мире, да, то есть, на уровне вполне с Китаем, примерно, да, то есть, гигант, ну, то есть, это очень и очень мощный, то есть, по уровню экономики вместе вся, Евросоюз, да, ЕС, является, в общем, игроком по экономике, ну, по населению, тем более, больше, чем в Штатах там, то есть, это очень сильный игрок, но, в отличие от нашего Китая и США, и даже в отличие от России, которая меньше по экономике Евросоюз, все-таки, это не единое государство, это не Соединенные Штаты Европы, ну, и я уже показывал, что, конечно, неравномерно очень это экономическое развитие, вот, в странах Европы, поэтому в Евросоюзе, если, в общем, технически все может стать суперхорошо, но, есть и вообще определенные опасения касательно того, что Евросоюз в нынешнем его виде может видоизмениться вплоть до распада, а вот, значит, ну, еще, конечно, мы должны помнить о нескольких странах, которые, может быть, не, конечно, на статус сверхдержавы не особо претендуют, наверное, не могут претендовать, но, которые в регионе у себя там пытаются навести шором. Ну, в первую очередь, мы, конечно, поговорим о Турции. Турция, государство, которое образовалось, ну, в общем, фактически после распада Османской империи, после Первой мировой войны, в отличие, ну, то есть, изначально все должно было быть совсем плохо, да, то есть, по сербскому мирному договору Турцию должны были обкарнать там очень сильно, даже вот эту, собственно, турецкую территорию, не говоря уже о бывших владениях Османской империи, там, Европе, в Африке и так далее. Но кемалийская революция устафы Кемаля, она, в начале 20-х, позволила все-таки сохранить вот основные турецкие территории, именно где турки жили, на сохранить составительность. Конечно, Турция до поры до времени была, ну, просто, она, Турция двойственная страна, в каком смысле? С одной стороны, Турция член НАТО, но с другой стороны, Турция так и не принята в Евросоюз. И очень долго, так сказать, мы выжили, несколько раз обещали, вот-вот, упустить Евросоюз, но в итоге не упустили. И Турция сейчас является членом НАТО, но не членом Евросоюза. Турция, в Турции есть несколько, так сказать, основных политических каких-то движений, и сейчас, и сейчас мы о немного слышим просто, не только потому, что туда нельзя будет поехать на майские праздники, да, дай ему ее. Вот, там нет, там на самом деле, я посмотрел, на замок вполне неангажированный ресурсов, там реально что-то совсем плохо с ковидом. В смысле, там заболеваемость каждый день бьет рекорды. Ну, то есть там прям беда-беда. Ну да, но в Танзании малярея, у нас просто несколько малярийники приехало. А малярия очень неприятная болезнь, у меня такой отдаленный знакомый, знакомый друг, он плавал на корабле, там на круизном, и он схватил малярию, она очень плохо лечит. В смысле, ее можно загонять, там как бы и купировать, но она, вот совсем ее вылечить, это такое очень трудное. Плюс там некоторые лекарства, они такие, ты малярию, ты после вылечишь, но потом печень бочками где-то отбаливаются, потому что они токсичные. Ну, короче говоря, Турция, она ведь не только про туризм, да, Турция, как мы знаем, не так давно участвовала, в том числе, в армяно-азербайджанском конфликте. На стороне Азербайджана поставляя свои знаменитые байрактары, ударные беспилотники. Турция проявляет определенный интерес к украинскому кризису, поскольку в свое время крымское ханство было фактически, ну, в остальном по отношению к Стамбулу. Но в Турции вы должны понимать, и это, поскольку вам, наверное, больше никто об этом не расскажет, я вам расскажу, в Турции есть такие две основные политические струи, что называется, два основных политических течений. С одной стороны, это кемалисты. Кемаль, Мустафа Кемаль, это тюрк, первый, так сказать, лидер республиканской Турции, человек достаточно неоднозначный, с одной стороны, он был тем, кто отстоял собственно, вот, Турции существовать в более-менее адекватных границах, а с другой стороны, он был готов пожертвовать вот этими окраинами, там арабскими и так далее. С одной стороны, человек, который пытался внедрять западную культуру, с другой стороны, в его правление производились этнические чистки, выселение греков, в том числе, с территории Турции. В общем, такой, но человек светский, что вы должны понимать, вот тут Кемаль, ну, в общем, боевой генерал, но здесь он в костюмчике. Так вот, Кемаль, человек восточный, ой, восточный, как бы, по происхождению, но очень даже западный, по своему облику. Именно он, кстати говоря, превратил собор Святой Софии в музей. При нем, так сказать, из мечети, этот бывший византийский храм превратился в музей. Кемализм популярен до сих пор в Турции, это такое светское государство, да, то, что Турция светское государство, в известной мере и в значительной степени ориентирующееся на западный обыд. При Кемале производились культурные мероприятия, он, кстати говоря, сначала турецкий султан лишился политической власти и лишь через несколько лет он перестал быть халифом кузырмана, то есть главой духовной всех кузырманов. Тоже, естественно, по, в рамках политики Кемали. Кемаль правил стороной до 1938 года, вот, он, собственно, был президентом в 15 лет, с 23 по 38, и довольно долго его последователи политические турецкая, в рамках Турецкой Республики, Республиканская Народная Партия, вот, она, в общем, была и остается достаточно влиятельной. Ну, и, как вы видите, в Великом Национальном Собрании Турции четверть депутатов, почти 140 депутатов, это представители этого, этой партии. Да, в общем, кемализм, социальная, социал-демократия такая, в общем. Но нынешним лидером Турции является человек, представитель отнюдь не этого направления, да, а, конечно же, Эрдоган, только не стадион, почему-то стадион, предлагают. Но сейчас мы сделаем, чтобы было не стадион. Эрдоган, лидер Турции нынешний, он как раз представляет собой представителя альтернативной точки зрения, так называемого неоосманизма. Если кемализм в современной Турции поддерживают так называемые белые турки, но это не по свету код, а это, ну, это, грубо говоря, горожане, интеллигенция, там, отчасти студенчество, она, в общем, более образованная такая часть общества, то за Эрдоганом и его политическими силами стоят так называемые черные турки. Это такая более сельская, более такая националистическая и более главное ислам, так сказать, религиозная, да, в исламском духе публика. Эрдоган, собственно, вот именно от этого электората получает свои свою, в общем, поддержку. Его так называемая «поинт», его партия справедливости и развития, да, она, в общем, именно отсюда черпает свой электорат. Вот, у них такая лампочка садорная на эмблеме. вот, и они сейчас имеют, ну, не моно большинство, да, их всего 290-600 в Турецком национальном собрании, в Великом национальном собрании в Турции, да, но, тем не менее, это много, да, и сейчас, несмотря на то, что хималисты не ушли в историю полностью, тем не менее, у вот этого неоосманизма есть свой определенный потенциал, и сейчас, ну, мы видим, что это лидирующая идеология в Турции. Турция, конечно, не может тянуть на сверхдержаву, она, ну, понятна и по экономике, хотя тоже тут не сильно далеко от верха, но все-таки там пониже, да, допустим, если мы возьмем паралитет покупательной способности, да, то мы увидим, что Турция там, ну, она даже повыше Италии немножко, но все-таки все вышеперечисленные лидеры, без исключения высшие игры. Но Турция пытается стать главной, что называется, на своем огороде, да, вокруг Турции ряд стран, в том числе Сирия, где идет активная гражданская война, и Турция контролирует ряд территорий, фактически, ну, подконтрольные функции боевики, контролирует ряд турецких, о, ряд сирийских, простите, территорий. Эртоган отметился, в общем, такой практически доказанной торговлей с идиловцами, в том числе нефтью. Ну, в общем, Турция пытается в рамках, в том числе, вот этого неоосманизма, вернуть себе ряд вот этих вот, ну, может быть, не напрямую территорию, но, по крайней мере, создать сферу влияния, сопоставимую с какими-то, так сказать, завоеваниями прежними территорию, космах. А при этом ислам начинает играть в Турции заметную роль, понятно, конечно, не такую, как где-нибудь в Саудовской Аравии, да, где там целый шариат является законодательной базой, но, тем не менее, вот тут же, тот же упоминавшийся мной храм Ая-Сокия, да, Святая София, Константинопольская, она была снова преобразована в мечеть стараниями Эрдогана, чтобы понравиться ему вот такому вот электорату. Турция, конечно, имеет ряд сильных сторон, но, конечно, на глобального лидера не тянет, но, в общем, определенный шум вокруг ей создает. Ну, и, может быть, у нас звонок во сколько звенит? Звонок во сколько звенит? 50? 50, да? Все светлини. А, ну, ладно, я еще 5 минут повещаю и разойдемся на время. Еще, конечно, нужно сказать про ряд стран, которые, конечно, сверхдержаву не претендуют, но, тем не менее, могут, наверное, на регионального лидера потянуть. В Африке, ну, особенно в так называемой Африке, южнее Сахары, нам нужно с вами пару слов сказать, конечно, о Южной Африке. ЮАР, да, Южноафриканская республика, находящаяся на самом юге Африки, что неудивительно, тут внутри королевского лесота, да, это, несмотря на некоторые сложные элементы после отмены апартеида, да, в начале 90-х, когда было уравнено права населения чернокожая и белая, это вызвало, понятно, нельзя просто, понимаете, когда белые десятилетиями гнули в баранье рог черных, понятно, как любая кружина, да, она когда распрямилась, она всем дала по башке обе стороны, поэтому, конечно, перегибы были потом со стороны черных в отношении белых, этого хватало. Но, так или иначе, ЮАР не растеряла свои возможности, ЮАР до сих пор является крупным производителем вооружений, ну и, в общем, еще у ЮАР есть такая вещь, как ЧВТ, законные, частные военные компании, которые работают по всей Африке Южнее Сахары, ну и, благо, в Африке Южнее Сахары это, в общем, территория, на которой периодически происходят какие-то датчики нестабильности, государственные перевороты, попытки сепаратистского отделения какого-то основного государства и так далее. Там масса причин, может быть, отдельно мы с вами про поговорим еще на другой лекции. Но ЮАР является, так сказать, в регионе по-своему сильным государством. Хотя, конечно, его отнести, там, понятно, что перспективы сверхдержавности у ЮАР весьма призрачные, но мы должны понимать, что, в общем, тем не менее, здесь есть определенный смысл. Да, здесь, допустим, Турция и ЮАР не указаны, но мы должны понимать, что, конечно, здесь региональные лидеры тоже есть, и забывать о них даже в разговоре вот этих самых крупных государств, наверное, не стоят, потому что их влияние в регионе без Турции, грубо говоря, в Турции приходится даже России, которая, понятно, по экономике, по военному потенциалу ко всему, превосходит Турцию во много раз, на угрозе даже, но тем не менее, приходится воздействовать на Турцию всякими интересными методами. например, наши периодически находят страшных насекомых в мандаринах каких-то турецких и говорят, нельзя, нельзя в мандаринки покупать, лучше, у сирийцев, у египтян купить. Эрдоган сразу ой-ой-ой, да простите нас, мы не то имели в виду. Есть, мнение, но я, опять же, его озвучиваю просто на уровне мнения, которое и в СМИ, что, хотя официальная российская позиция это отрицает, но есть мнение, повторюсь, что недавно произошедшая встреча Зеленского с Эрдоганом усугубленна еще и тем, что вроде как над позициями на длине разграничения на Донбассе лить дал турецкий Байрактар как ударный беспилотник. Правда, некоторые сказали, что это был сроду не Байрактар, а американский беспилотник Global Pop. Но, так или иначе, в общем, есть мнение, что наши так резво решили подрезать крылья турецкому бизнесу туристическому. Именно это русские, имейте в виду, это где-то около 20% всех туристов в Турции, это русские. Вот, в общем, это миллиарды турецкого бюджета, поэтому, тут же, кстати, выступил губернатор Краснодарского края, который сказал, что он готов всех принять, кому, так сказать, аннулировали путешествие в Турцию. Так что, Сочи и Веселовка, кстати, имейте в виду, кто думает, куда поехать летом, это уже на уровне, так сказать, кромко-совета, безотносительно Турции. Да, минутка без политики. Есть в Краснодарском крае очень хорошее место Веселовка, и оно реально, ну, я на Гуа не был, брать не буду, но у меня жена там даже жила какое-то время, она говорит, что вот там почти как на Гуа. в Краснодарском крае, ну, Веселовка. Особенно, если вы любите, ну, там, по ближайшей деревне, по ближайшей деревне, вот, там, и особенно, если вы любите всякие серфинги, кайтинги и прочее, это там, их есть у меня. В общем, место хорошее, это был на излете сезона уже, поэтому, может быть, всех хорошо, но там было хорошо. Там как раз Черное море, Черноморский побережье государственного края. Ну, да ладно, вернемся к политике, да, то есть, есть еще помимо государств, которые претендуют, так сказать, на глобальную роль, ну, кто-то больше, кто-то меньше, конечно, есть и государства региональные, с которыми тоже нужно считаться. Ну, и в заключении, давайте с вами вспомним, наверное, тех, кто представлен в Санкбезе ООН, постоянные члены, да, собственно, они, понятное дело, что закреплены, международным порядком, что они являются, скажем так, достаточно, ну, скажем так, они более влиятельные в международной политике, чем другие. Это Великобритания, да, Китай до 71-го года был Тайвань, Россия, США, Франция. Понятно, я думаю, не стоит объяснять, что, ну, в нашем замечательном круге не хватает одной, но объективно тут должна быть еще одна страна, ну, ее нет. Какая страна тут, по идее, должна быть еще? Ну, так по всему. Германия, да, но в силу того, что Совбез, ООН, как и ООН вообще формировался, формировал, Совет формировался, ООН после Второй Мировой, понятно, почему Германию не позвали, да, хотя сейчас, в общем, раздаются голоса в пользу того, чтобы Германию таки включить, да, и, ну, так сказать, война, мы с вами-то живем достаточно скоро, когда будет столетие со дня окончания войны, да, всего через какие-то 20 лет, ну, на данный момент с войны пошло почти 80 лет, поэтому, ну, понятно, что уже и Германия другая, и все такое, но вот, так сказать, международная организация, ООН, такая, довольно консервативная, и не берут туда Германию как постоянного члена. Вот, такие вот дела. Ладно, друзья, мы с вами поговорили про перспективы биполярности, да, куда она будет развиться, точнее, однополярность, биполярность, многополярность, вот, может быть, на следующий раз я немножко это завершу, но так, в основном, мы с вами проговорили. Всего доброго. Продолжение следует...